Всем привет! 7 лет назад, когда я брал машину, у меня барахлил АБС, а именно задний левый датчик АБС. Кто-то когда-то обрезал штекер и соединил провода напрямую. И на каком-то этапе один из этих проводов закис, и у меня АБС перестал работать. И наконец-то таки решил, что надо починить АБС. И пока я пытался откручивать фиксирующий датчик болт, он оказался прикипевшим к ступицей и сломался. Конечно, как видно, здесь места практически нет, поэтому без разбора ступицей дело не обошлось. И пока я ступицу разбирал, у меня там сломалось два болта, но никак не откручивались, ни сваркой, ни чем-то другим, включая болт фиксирующий датчик АБС. На автомеханики за всю эту работу, в смысле того, чтобы высверлить вот эти вот три болта и вкрутить туда новые вкладыши под резьбу, взяли бы 30 долларов. А новая оригинальная ступица стоит 50. И честно говоря, если вкрутить сюда вкладыш, то никто не даст гарантию, что этот вкладыш не развалится нафиг. И это как бы универсал, и я на нем везу свою семью. Поэтому нерационально было бы замутить весь этот колхоз. Поэтому я основательно подошел к этому вопросу и заказал абсолютно новую оригинальную ступицу. Тем более, что она стоит всего 50 долларов, а ремонт не обошелся бы в 30 долларов. Ну вот, комплект новых болтов. Эскоба тормозная старая. И вот у нас новая наша ступица. По идее, должна вот так вот у нас стоять. И плюс еще, естественно, новый кожух тормозного диска. Тут стояли заклепки, поэтому, в принципе, я их буду высверливать и примастить вот таким вот образом новый пыльник тормозного диска. Кстати, если будете заказывать у компании NTY и вам именно нужен не комплект, а левый или правый, то если вам нужен левый, то закажите правый. Приедет левый. А если вам нужен правый, то закажите левый. Приедет к вам правый. У меня такой казус случился. Короче, я заказываю левый пыльник тормозного диска, ко мне приезжает правый. Ну, думал, мало ли этот человек не знает, они похожи друг на друга, поэтому прислали не тот. Заказал второй раз, и мне приехал все равно правый. Значит, ошибка у них на складе. Поэтому имейте это в виду. Может быть, к моменту выхода этого видео там исправят эту ошибку, но я никаких гарантий не даю, что вам выдадут правильную запчасть. Поэтому проверяйте дважды. Ну, тормозной диск, я его менял буквально год назад, на нем проехал всего 15 тысяч километров. Ну, поэтому я его как бы не меняю. Вместе с колодками, естественно, я его менял. Ну, вот старый пыльник. Его можно сдать на металлолом. И вот у нас наш датчик АБС. Погнали! Достаем новые четыре болта с тупицей и два новых болта скобы тормозного суппорта. Прикидываем новые запчасти к месту крепления. Так как особого смысла пыльник ставить на заклепках нет, то его навешиваем на одном болте и прикручиваем этот болт к новой цапфе. Я здесь забыл намазать болт фиксатором резьбы. Позже за кадром я это сделал. Наносим на нижнюю резьбу остальных болтов карбоновую смазку, для того, чтобы можно было их открутить спустя 10 лет, если, дай бог, машина доживет. А на верхний наносим синий резьбовой фиксатор. И вкручиваем каждый болт аккуратно. Затем затягиваем болты моментом 66 ньютон-метров. Согласно руководству по ремонту Форда Фокуса первого поколения. Лучше, конечно, таким манометрическим ключом, чем на глаз. И закручиваем болт крепления датчика АБС моментом в 9 ньютон-метров. Далее закрепляем в скобу тормозного суппорта. Момент затяжки этих болтов 55 ньютон-метров. Данные по моменту затяжки представлены на сайте fordbook.ru Надеваем ступицу на свою ось. И закрутим слегка гайку крепления ступицы. Прочищаем направляющие суппорта. А если надо, то меняем и пыльники. Монтируем обратно колодки. И обращаем внимание на предыдущую сторону установки. То есть та колодка, которая стояла снаружи, должна также стоять снаружи. А та, которая стояла внутри, должна стоять с внутренней стороны. Специальным приспособлением вдавливаем тормозной цилиндр. И надеваем тормозной суппорт. Затем вкручиваем болты, фиксирующие тормозной суппорт. И закручиваем их моментом в 35 ньютон-метров. Далее монтируем амортизатор и вкручиваем верхний болт крепления. А нижний болт крепления пока оставим. Далее устанавливаем колесо. И только сейчас вкручиваем нижний болт крепления амортизатора. Ну и потом затягиваем верхний болт и нижний моментом в 115 ньютон-метров. Затягиваем гайки крепления колеса моментом в 85 ньютон-метров. И гайку ступицы моментом в 235 ньютон-метров. Опять же повторюсь, лучше этим манометрическим ключом, чем без ничего. Желательно, конечно, купить решеточный. Кстати, ссылки на донат есть в описании под этим видео. Надеваем колпачок и колпак и подкачаем колесо. Здесь механическая работа окончена. Теперь переходим к части электрики. Итак, смотрим. Удлинил я провода, которые идут от машины к датчику АБС с помощью проводов лямбда-зонда. Не спрашивайте, откуда у меня эти провода, потому что я сам не помню откуда. Дальше штекера у меня не было, поэтому я с помощью вот таких вот штучек импровизировал себе штекер. Где плюс и где минус, тоже не помню. Поэтому будем опытным путем определить, где плюс и где минус. Теперь переходим в салон и подключаем диагностику. Итак, включаем зажигание. Включаем программу. ForScan Lite в моем случае. Так, этот у нас работает. Подключаемся. Так, 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 так. Все равно ошибка есть. U3FFF. Это такая ошибка, которая появляется, когда имелась когда-то в блоке известная системе ошибка. Но по каким-то причинам эта ошибка пропала. То есть вывод могу сделать, что я правильно подключил. Позже я выключил зажигание, снял клеммы аккумулятора и подключил их обратно. Включил зажигание. Итак, значит, включил зажигание, включил диагностику. И вот, пожалуйста, по АБС ошибок больше нет. Осталось испытать систему на ходу. Итак, простите, что я снимаю на калькуляторе. Просто под рукой другой камеры у меня нет. Сейчас мы поедем, проверим, если у нас загорится лампочка АБС. Поехали. У нас пробег 53 километра. Пару километров проеду. И обратно включу. И посмотрим, если у нас загорится опять же лампочка АБС. Поехали. Итак, покатаясь немножко, и как видно, у нас снова ошибка появилась. А если глянут на диагностику, то мы увидим сразу две ошибки. Эти две ошибки говорят о том, что не то, что сигнал от датчика слабый. Его вообще нет. То есть проблема в самом датчике. Поэтому меняем датчик, подбирая правильную полярность по диагностике. Я контакт датчика залил горячим клеем. Если кто-то будет бить за это, то спешу вас огорчить. То этот метод уже доказал свою эффективность в других местах. Затем все это я... Потом все это дело я намотал изолентой, как видно. И поехал. И вот дополнительно я поменял датчик, и лампочка АБС перестала гореть. Ошибок по АБСу нет. И все у нас тип-топчики-пики. И все это можно было избежать, если бы предыдущий владелец просто подключил диагностику и увидев, что отсутствует сигнал от датчика, поменял его сразу. А не заколхозил, так как оно было здесь заколхожено. С надеждой на то, что этот штекер, а не датчик. Спасибо огромное, что посмотрели это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, следите за нашим проектом. Всем огромной-огромной удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok